Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. С вами автор книг, уже клематисовод с большим стажем, Ломонос Петр. И раз про клематисы их говорили, знайте, что клематис по-русски назывался Ломонос. Это, конечно, не реклама, вы можете проверить словарь далее и убедиться, что Ломонос это клематис. Просто это латинизированное название этого прекрасного растения, которое поселилось во многих садах. И вот многих наших уже дашников интересует, что необходимо сделать с клематисами осенью. Стоит ли их подкармливать, надо ли обрезать клематисы. Ну, давайте обо всем по порядку. Ну, во-первых, вы уже все знаете, наверное, читали или в интернете видели, что клематисы разделяются по способу обрезки. Она бывает трех типов. Первый способ обрезки, значит, что клематис срезается под корень до уровня почвы. Это высота, которую дают цветки на побегах текущего года. Ну, и травянистые клематисы, так называемые, они тоже срезаются под корень. Срезали под корень. Вторая группа клематисов, которые практически не образаются, я тоже вам покажу в дальнейшем такой клематис. Их обрезка состоит только в удалении сильно заглушающих шостей, что заглушает и где-то что-то сломанное. В остальном эти клематисы живут без обрезки. Ну, и вот третья группа клематисов, как раз передо мной, это клематисы, которые цветут как на старых, так и молодых побегах. Поэтому эти клематисы, значит, можно образать или укорачивать немного старые побеги верхушки, оставлять для весеннего свечения. В этом случае они будут цвести весной, в мае-июне, на старых побегах, а потом позже осень будет цвести на молодых побегах. Ну, конечно, их можно также образовать и по первому типу, до уровня земли. Но в этом случае они будут цвести однократно, значит, уже в конце июля, в сентябре. Так что способ обрезки зависит от сорта. А при наличии сорта к обрезочной группе легко найти. Есть различные справочники, квадрат информации в интернете. И даже если вы покупали клематисы в упаковке, там уже указан тип обрезки для вашего вида или сорта клематисов. По подкормке. Значит, подкормка очень для клематисов обязательно. И она делается с такими компонентами, как суперфосфат. Даем на одно растение до 50-100 грамм, в зависимости от размера куста. Также очень полезно под клематисы добавить золу. Ну, золы можно добавить 200 грамм из расчета на 1 метр квадратный. Ну, значит, все эти удобрения заделываются в почву. Конечно, мы их не закапываем лопатой, чтобы не повредить корни. У нас есть вилы садовые. Берем садовые вилы или берем совочек. И этим совочком заделываем почву, чтобы наши добавки ушли в почву. И вот далее, очень как бы многие любители забывают, уже в эту пору обязательно надо провести обработку клематисов. То есть надземной части, чтобы наши клематисы не болели на следующем году. Значит, мы можем взять 200 грамм мела или 200 грамм извести на 10 литров воды. И таким израстковым раствором мы поливаем наш клематис. Обильно поливаем всю часть, которая находится возле земли, прикорневую. Для того, чтобы раствор лучше попадал в почву, мы можем предварительно сразу прорыхлить. Ну, хотя, если мы будем носить удобрения, наша почва уже будет прорыхленная. Полилить израстковым раствором, значит, все болезни, которые находятся на поверхности клематиса, они будут как бы уже уничтожены. Они не будут садить нашему клематису. Побеи клематиса они будут увядать на следующий год. Также очень полезно будет, вот именно сейчас, в осеннюю пору, когда больше времени, к основе до этого руки обычно не доходит, что можно землю отклимать, снять, где-то 5-сантиметровый слой 5-7 сантиметров снять, отгребаем землю. И вот этот, снятую, на место снятой земли мы засыпаем песок, чистый песок, который перемешиваем с известью, ну, примерно 1 к 4. Одна часть извести и 4 части песка. Перемешали, и такой смесью мы засыпаем основание нашего клематиса. В дальнейшем это предохранит наше растение от целого рада болезней, которые могут поселиться на клематисах. Но, повторяюсь, эту работу лучше делать осенью, потому что весной это делать уже поздно. Споры могут разлететься, и наши все потом различные способы не дадут уже того эффекта. Если вы так сделаете, у нас пышное, обильное цветение клематисов, на зависть всем соседям и близким, вам гарантировано. Наслаждайтесь этим цветком, заводите, не забывайте, что существует 250 видов и уже более 2000 сортов этого прекрасного растения. Клематис, а по-русски вам ламамус. Удачи вам, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok